Музыка Летом 1992 года в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, состоял Всемирный форум, который рассматривал проблемы экологии, взаимодействия человека с производством и природой. Тогда возникла идея, ее поддержали абсолютное большинство государств, а о справедливости межгосударственных отношений. Тогда пытались найти гармонию в отношении человека с природой и развивать те производства, которые меньше всего выбрасывают грязь в атмосферу. Но американцы не согласились с такой логикой и не подписали декларацию, которая была подготовлена, вознамерились подчинить себе все природные, финансовые и информационные ресурсы. Наша партия участвовала в этом форуме. Коптюх, академик, руководитель Сибирского отделения Академии наук, один из крупнейших мировых ученых, выступал там, затем был специальным советником Генсека ООН по устойчивому развитию. Мы вместе с ним подготовили целый пакет предложений о земле, о воде, о лесе, о том, что современные виды производства надо так развивать, чтобы они были экологически чистыми. Но тогда команду Ельцина в лихие 90-е это абсолютно не интересовало. С приходом Путина эти идеи получили свое развитие. Тогда мы внесли свой пакет законов, и целый ряд наших предложений все-таки были приняты. Хотя не удалось сохранить министерство лесного хозяйства, крупные научные учреждения, которые бы обеспечивали реализацию и дальнейшее продвижение этой программы. Прошло менее 25 лет, и снова в Париже собрались все крупнейшие деятели, 150 глав государств, специалисты, ученые и журналисты, которые констатировали, что сегодня у человечества есть две главные опасности. Это катастрофа в области экологии и международный терроризм. Но хочу напомнить, что после Рио американцы, вознамерившись стать хозяином планеты, продиктовать мир ПАКС Американо, они превратили в наркопритон Афганистан, увеличив производство наркотиков в 40 раз, из 800 тонн, 700 тонн запрасывали к нам, и у нас год гибнет примерно 100 тысяч, в основном, молодых людей от тяжелых наркотиков. Тогда они растерзали Ирак, древнейшую цивилизацию, растоптали Ливию, организовали войну в Сирии, и главным международным террористам, государством террористам, на сегодня, кто бы что ни говорил, остается Америка, который и сегодня прикрывает то варварство, которое творится на Ближнем Востоке. Мы считаем, что парижская встреча весьма знаменательна, и выступление там президента тоже отличалось довольно конструктивным подходом. Я надеюсь, что все-таки парижская декларация продвинет планету к решению этого острейшего вопроса, как в области сохранения экологии, так и в борьбе с международным терроризмом, потому что ни одно из выступлений не обошло эти две главные темы, и все встречи президента Путина с ведущими лидерами планеты были посвящены этим двум главным вопросам. Но вместе с тем хочу напомнить, что за последние сто лет человечество выросло в семь раз, с миллиарда до семи миллиардов людей на планете. А что касается терроризма, за последние 15 лет он увеличился в объеме почти в семь раз. За прошлый год террористы убили на планете почти 33 тысячи человек. Весь вопрос в том, хватит ли политической воли для согласованных действий, и хватит ли желания для того, чтобы сколотить совместно коалицию в борьбе с терроризмом. На решение этих вопросов направлены усилия нашей страны, крупнейших ученых и президента. Но вместе с тем хочу заявить, что продолжение того финансо-экономического курса, которое проводит российское правительство, не может обеспечить успешное решение ни одного, ни второго вопроса. Если взять экологию, то фактически мы не осваиваем новые виды производства. Заговорили об импортозамещении. Я посмотрел, объем импорта сократился почти на 30%. Чем замещать промышленность? Минус 3,3. Работает плохо и продолжается спад промышленности. Если взять родничный табород, то он сократился почти на 10%. Если посмотреть, объем завезенного продовольствия и сырья, из которого оно изготовляется, тоже сократился примерно на четверть. А объем роста сельского хозяйства только на 3%. Это означает, что нам надо менять не только финансо-экономический курс, но прежде всего менять качество бюджета. Вчера министр финансов Суланов полтора часа выступал перед нашей фракцией. Доказывал о том, что бюджет, который предлагает, это якобы благо, и за него надо голосовать. И отвечал на вопрос. Мы внимательно посмотрели, что подготовили комитеты Думы к второму учтению. Оно состоится завтра. Никаких принципиальных изменений в том бюджете, который внесен, нет. 16 триллионов рублей – расходная часть бюджета. Если учесть, что эти рубли обесценились вдвое, это примерно 8. Это означает полная нищета и деградация производства экономики и неспособность ответить на вопросы, в том числе и экологической катастрофы. Да, мы способствовали сокращению выброса углекислого газа в атмосферу. Но прежде всего, в связи с уничтожением за последние 20 лет, 80 тысяч производств. А если посмотреть, как горели последние годы у нас леса, то тут полная катастрофа. У нас выгорели миллионы гектаров леса, и этот дикий пожар продолжается. Но леса – это и есть то, что защищает планету, вырабатывает кислород и поглощает углекислый газ. Мы не видим пока никаких принципиальных изменений на этом направлении. Сплошная болтовня и оправдывание тем, что меняется климат, поэтому и горят леса. А климат меняется прежде всего, потому что горят леса. Нам придется вырабатывать иную политику. Нам придется думать о расширении доходной части бюджета. Он мог бы быть не 16 триллионов, а 25, если бы приняли три наши принципиальные предложения, которые мы вносили еще в начале сессии. Будет на днях и послание президента Путина. Это будет 12-е послание. И все-таки я надеюсь, что в этом послании не только будет разговор об укреплении обороны и безопасности. Обороны и безопасности без качественной науки и образования не бывает. У нас в декабре месяце еще будет госсовет. Мы не раз наставили, что госсовет рассмотрел проблемы общего образования. Эта тема будет внесена, но общее образование по-прежнему подчиняется дурацкой схеме ЕГЭ, которая готовит усредненную серую личность и клиповое сознание, которое не способно охватить проблемы планеты, экологии, научно-технического прогресса и сформировать личность, способную ответить на вызовы времени. Я думаю, все-таки экология и планета образумят тот взорвавшийся капитал, который является главной причиной и терроризма, и разрушения природы. Сегодня агрессивный капитализм – главная опасность для планеты. Сегодня этот капитализм корчится в муках кризиса и готов поджигать новые войны и организовать террористические акции. И тем не менее, я думаю, планету услышит человечество. Она сегодня мстит капиталу и капитализму за эгоизм, за потребительство, за стяжательство, за то насилие, которое он совершает как над личностью, моральной этикой, так и над природной средой. В несколько раз выросло число тайфунов и смерчей. Пожары сегодня ползут по всей планете. Экология захлебывается в этом беспределе, который капитал творит на нашей планете. Сама природа выступает за справедливость и социальные государства. Сама природа отстаивает социалистические ценности, когда в центре внимания был бы труд, гармонично развитый человек и духовно развитая личность. Я надеюсь, что форум Парижа примет новую декларацию, которая обнадежит человечество в борьбе, прежде всего, за устойчивое развитие и борьбу с главным злом сегодня на планете – терроризмом. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...